Здравствуйте, читатели TEDA News. Это Антон Нехаенко и Александр Перекалин. Нас пригласили в штаб-квартиру Samsung, чтобы посмотреть на их новый смартфон, который выпущен совместно с Google. Это Samsung Galaxy Nexus. Мы его включаем. Видим роскошный экран с диагональю 4.65 дюйма, разрешением 1280 на 720 точек. Экран разблокировки теперь выглядит так. Это стандартный вид новой операционной системы Google 4.0 Ice Cream Sandwich. Разблокировать, как мы видим, можно как в камеру, попав сразу в приложение камеры, так и просто попав на рабочий стол. Вот здесь у нас новый рабочий стол Ice Cream Sandwich. Видим строку статуса. Ее можно раскрыть. Видим основные иконки. Одно существенное новшество – это неубираемая строка поиска. Так, мы из нее выходим. Еще одно существенное нововведение – это изменяемый размер виджетов. Берем виджет календаря, двигаем его на новый экран и играемся с его размером по-всякому. Конечно, его нельзя убрать совсем, что квадрата один на один элемент. Но вот можно изменять в довольно широких пределах. Так, убираем его, задвигаем обратно на основной наш экран. Так, здесь у нас знакомые по предыдущим версиям Android виджеты. Однако теперь на рабочий стол добавить традиционным способом виджет нельзя. Вместо этого нужно попасть в основное меню. Вот здесь у нас вкладка с программами, а здесь с виджетами. И вот здесь нужно двойным нажатием выбрать какой-либо виджет. Ну, пусть это будет e-mail. Мы вот так подбираем и выдвигаем на новый экран. Так, а да, в связи с отсутствием почтового аккаунта у нас это сделать не получается. Попробуем какой-нибудь еще, ну, закладки, например, попробуем. Подбираем их для нажатия. И вот так вот. И, как видим, тоже можно менять размеры в довольно широких пределах. Наши закладки тут в большом количестве. Как видим, аппаратных кнопок на телефоне практически не осталось. Но вот осталась кнопка включения, рычаг регулировки громкости. Ну, в общем, пожалуй, все. Кстати, по поводу внешних элементов разъемов. Появился разъем для док-станции. Micro-USB никуда не делся. И разъем, 3,5-мм разъем для наушников у нас переместился на нижнюю сторону, на нижний торец телефона. Как в плейере iPod Touch практика показывает, что иногда это довольно удобно. Так, вот у нас кнопки запущенных задач. Кнопка домой. И кнопка назад. Внизу, как мы видим, такая панель с четырьмя иконками. И кнопкой доступа к приложениям и виджетам. Виджеты листаются вместо обычной для Google вертикальной прокрутки. Виджеты листаются горизонтально. Довольно много нового появилось в настройках. Сейчас мы туда зайдем. Вот у нас настройки тут сгруппированы тематически. Персональные. Настройки устройства. Настройки беспроводных сетей. Системные настройки. Здесь опции для разработчиков. Режим дебаггинга. И много всяких других опций интересных. Так, что еще у нас тут? Вот в беспроводной сети. В разделе беспроводных сетей появилась опция включения NFC. И также опция активации технологии, которую Samsung назвал Shirt Tap. Она нужна для того, чтобы два одинаковых телефона Galaxy Nexus могли делиться. Через соприкосновения друг с другом могли делиться различной информацией. Google это называет Android Beam. Так, что у нас еще интересного в настройках? Ну, пожалуй, кроме измененного немного дизайна и большого количества девелоперских настройок, ничего. Вот здесь у нас в версии Android написано Ice Cream Sandwich. Номер версии они не стали ставить. И модель i9250. Вот так вот все стоит. Интересно, кстати, что приложение для демонстрации мощности сотового сигнала больше не нужно. Вот здесь у нас есть, появилась такая опция Signal Strength. Так, пожалуй, пожалуй. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...